всем привет сегодня у нас вторник и я начинаю снимать свой новый влог у нас почему я начинаю со вторника потому что вчера в понедельник у моего мужа было день рождения мы отмечали и в общем не до съемок и вообще не до вязания честно говоря было но сейчас вы это увидите что до за выходные я практически ничего не связала что я вам сейчас показываю пользуясь случаем пока мой старший сын у бабушки гостит в таллине я пришла к нему в комнату уборочку тут навела потому что когда он дома его комната это табу для родителей сюда входить нельзя без стука и убирается он тоже сам но честно говоря после его уборки надо еще два раза делать уборку так вот что я вам показываю девочки это динозавр моего вязания ему уже наверное лет 8 этому пледу этот плед я я извязывала остатки пряжи ну как можно заметить по полоскам да значит у даника когда он пошел в школу ну то есть вот это я взяла еще естественно проживая в эстонии значит когда данечка на минутку ему сейчас уже 16 лет он закончил в этом году где девятый класс когда он пошел в первый класс мы сделали у него в комнате большой ремонт ну как бы приуроченный к этому событию он там практически сам все выбирал у него были зеленые такие обои оранжевые кожаный как это-то кресло письменно около письменного стола и поэтому я использовала вот такие вот цвета в этом пледе значит оранжевый ну сколько хватило дальше был такой зеленый секой зеленый но чем как я сейчас понимаю у меня больше всего было вот этого коричневого и какого-то темно-зеленого на ну серенький беленький ну ладно в общем суть в чем я не угадала с размером и это плед на такую прям двухспальную кровать но данику он очень нравится я его порывалась уже много раз выкинуть но данила им упорно пользуется поэтому у меня рука не поднимается а тут ну я его стираю всегда только в стиральной машине понятия не имею что это за пряжа вообще но по ощущениям это возможно какая-то носочная пряжа от navita скорее всего не знаю в общем тут уже можно заметить разные эти такие вот дырочки ну вот так вот если смотреть сверху то только одна такая дырочка в принципе ее можно за отремонтировать легко вообще когда этот плед связался я думала края не хотела обвязывать края крючком потому что пряжи больше не было ну вот из вот из этого это я все вывязала в ноль и у меня был план косой бейкой обшить вот так вот по всему периметру ну естественно за девять лет я этого так и не сделала и поэтому вот тут край нормальный а но есть такие места где вот он порвался в краях уже но не распускается наверное потому что так уже подвалялся в машинке и не распускается по крайней мере доник мы купили ему такой более в икее более такой мужской брутальный плед темно-серого цвета но я заметила что тот плед так и лежит в шкафу а ребенок пользуется вот этим но ради бога я только рада вот он такой большущие конечно не на такую маленькую кровать но ничего тяжелый конечно особенно когда мокрый но машинка выдерживает значит 5 килограмм в нем нет да вот такой вот динозавр у меня старинный еще у меня кстати есть старинный кардиган который я тоже очень очень давно вязала и лет пять назад обещала маме такое же связать мне очень стыдно я его так маме и не связала я потом вам покажу когда найду его что-то сейчас даже не припомню где он у меня висит вот значит сейчас я вам покажу что я навязала за эти выходные многие девочки мне пишут о том что как где вы находитесь только времени так много вязать и вот я вам хочу сказать что количество связанного мной зависит от множества факторов там насколько ребенок был спокоен насколько там какие-то планы были помимо вязания дак там гости сходить там уборку генеральную сделать вот то есть это зависит от очень многого вот например на этих выходных до пятница суббота воскресенье и понедельник включительно я практически не вязала потому что говорю да у нас был такой праздничная праздничный такой перерыв муж не работал мы там везде разъезжали путешествовали мы тут по финляндии вот и в общем как-то мне не вязалась и даже не хотелось так единственное что я сделала это я закрыла свой этот оверсайз примерила так классно он сидит вот значит закрыла и сейчас я перейду к вязанию рукавов потому что это бобинная пряжа она у меня ее ограниченное количество и мне нужно чтобы мне и хватило за да купить мне ее негде поэтому я сначала свяжу рукава и все что останется в бобине да я пущу вниз на длину хочу извязать полностью и очень надеюсь что мне хватит потому что изделие очень широкая до оверсайз и если это будет как-то коротко до пупка да то это будет выглядеть ну смешно но это будет выглядеть не так как мне бы хотелось вот зачем я закрыла за тем что так удобнее примерять да и так легче вязание держать потому что если бы здесь болталась эти 300 петель болтались на какой-нибудь леске то это бы утяжеляло работу и примерять также было бы проблематично вот такие дела у меня здесь вот типа ложный шов в общем все дела есть с примерила я говорю и мне очень понравилось надеюсь что после стирки это не не испортится а станет только красивее и вот в этом моем хаки хлопковым даджи эмпере я довязала до проем и уже разделила и вижу сейчас спинку мне нужно связать 22 сантиметра и тогда я начну делать скосы плеча и формировать горловину на спинке да потом начну вязать перед ну в общем тут еще работы достаточно я очень рада девочки что я получила столько положительных отзывов об этом джемпере об этом узоре и в общем спасибо большое вам мне ваше мнение мне очень очень важно также меня попросили схема этого узора хотя я говорила специально что у меня нет схемы этого узора но я уже подумывала что возможно я нарисую есть такая специальная программа до в интернете возможно нарисую эту схему и тогда у меня будет что вам предложить потому что да сейчас схемы у меня нет здесь все очень очень просто 2 вместе накид 2 вместе накид ну как бы да но я нарисую да я возьмусь у меня будет как-нибудь свободный часик и я этим займусь обязательно вот это уже 4 моток то есть до хлопковые изделия безумно тяжелые почему мне еще не нравится хлопок вот потому что это тяжелый материал вижу на спицах номер пять по идее должно лететь прямо быстро но у меня устают руки вот эти два пальца не имеют и на левой и на правой руке поэтому вот уже сколько со вчерашнего дня он у меня лежит нетронутый два дня далее к нему не прикасалась немножко отдохну от спиц номер пять вот вот на такой у меня стадии буду держать вас в курсе что будет с ним дальше хотела вам еще рассказать что я сейчас смотрю какой сериал потому что часто девочки до хотят что-то под вязание посмотреть я смотрю сериал мост я вообще очень сильно люблю скандинавские сериалы фильмы не знаю в них есть какая-то своя атмосфера которая мне очень нравится которая мне очень близко там всегда прекрасные пейзажи северных наших стран и также масса просто вязаных изделий свитера шапки шарфы это вообще обязательно атрибут скандинавских сериалов это точно значит это мост это шведско-датский сериал и это детективный сериал и я предупреждаю что это сериал 18 плюс потому что там есть и сцены насилия есть и сцены для взрослых в общем да поэтому вот сейчас тимурчик улегся спать на дневной сон я сначала подумала что надо как надо прибрать тут игрушки а потом решила да господи он все равно проснется и опять устроит бардак так что зачем мне делать двойную работу я лучше посижу попью чая повяжу и успею посмотреть одну серию серии здесь очень длинные ну не как вы знаете эти ситкомы по 15 минут здесь там ну часик где-то наверное а также я смотрю сейчас второй сезон вот восьмой эпизод и тут знаете есть такие сериалы детективные где каждая серия новое какое-то расследование здесь нет здесь расследование длится один сезон и расследование ну вот например первый сезон это было такое но глубокая как бы сказать тема которая заставляет задуматься и вот второй сезон тоже да там такое двоякое ощущение палка двух концах вроде ты осуждаешь этих преступников террористов но с другой стороны они борются за правое дело хотя и такими же стойкими методами вот в общем девочки рекомендую к просмотру очень неплохой сериал но вот честно от первого сезона я под впечатлением было несколько дней мужу все уши прожужжала с какой классный сериал так что да кому нравится жанр детективы то вам я уверена понравится всем добрый вечер всем добрый вечер я решила закончить свой влог тем что покажу вам какие я процессы взяла с собой к родителям да я сейчас разговариваю с вами и из талина но это пригород таллина вот солнышко уже заходит значит да я приехала к родителям ненадолго всего на пару недель и и конечно же я прихватила кое-что с собой но как вы можете заметить это всего три процесса это немного потому что ну я объективно оцениваю что здесь мне будет совсем не до вязания потому что муж уедет родители уже уехали и я тут остаюсь на хозяйстве здесь небольшой огород есть и парники есть и кошка даже есть и я привезла свою собаку вернее не кошка есть код тихомир я привезла свою собаку в общем у меня тут остаются два ребенка бабуля моя любимая кошка кот и собака моя и плюс огород парники огурцы которые надо собирать каждый день и что-то с ними делать ягоды малина томат на этот томат помидоры в общем да дел тут куча также мне придется за ребенком следить потому что здесь куча также мест куда ему не следовало бы лазить ну в общем естественно я кое-что взяла и я вам сейчас покажу что и так я сюда притащила даже свой этот свитер в эстонию привезла у него уже готов полностью один рукав что не может не радовать и да надо связать еще один рукав и уже приступить к вывязыванию длины а значит здесь я его еще вообще не трогала вот первый раз достала и как-то я смотрю что полотно как будто бы помялось но это пряжи вот без стирки до стирки она такая какая-то очень сухая неприятная значит да процесс номер один это вот этот свитер и мне бы хотелось конечно же его как можно максимально время ему уделить потому что хочу его закончить мне очень нравится что получается нравится как это нам не сидит пока что в общем я конечно же вам буду все показывать рукав связала я боялась же до что у меня пряжи не хватит но вот например на один рукав очень длинный рукав я потратила что-то в районе 15 грамм что ли пряжи то есть да теперь я в принципе уверена что мне и на хорошую рукава и на хорошую длину мне пряжи хватит вот это значит процесс номер один над которым я планирую трудиться большую часть времени дальше процесс номер два господи это эти несчастные носки с буретным шелком я сказала да что я хочу связать коротенькие носки оля тапочки домашние здесь у меня манжет это полая резинка куда я после стирки вставлю резинку потому что это пряжа совершенно не держит форму и совершенно не держит резинку а носок надо как-то закрепить на ноге чтобы не потерять его вот на такой стадии уже в принципе тут совсем чуть-чуть осталось это носок номер один еще будет носок номер два и значит третье что я взяла с собой это тоже несчастная пряжа значит я из нее еще в финляндии когда была я начала вязать от мидаре этот урун кулус или как он там называть носим с круглой кокеткой я в прошлом влоге сказала да что хочу вязать вот этот вот в кофточку на круглой кокетке там в описании используется пряжа волосатая махеровая и значит приехав сюда я вот это в дороге вязала чуть-чуть совершенно ну мы плыли сюда пока и значит уже там я поняла на корабле что нет и из этой пряжи те узоры которые в описании да они но никак не смотрятся совершенно не смотрятся скорее всего там на самом деле нужно использовать что-то пушистая и на больших спицах там рекомендуют спицы номер пять на резинку и номер шесть на основное полотно это же я естественно пересчитывала и вязала на более тонких спицах и в общем да этот узор который там был задан там раз два три три разных узора на кокетке в общем он совершенно не смотрелся на этой пряжи это пряжа лен и вискоза 30 на 70 до у меня этой пряжи всего три матка и когда я покупала я была уверена что свяжу из нее футболку с v-образным вырезом и вот именно этим я и занялась это все что я смогла сегодня повязать значит да ну потому что сегодня у нас было путешествие в хапсалу был очень красивый день я все это показывала в instagram stories пока у меня не села батарейка на телефоне иначе я бы вам показала в десять раз больше красоты потому что потом мы пришли к берегу моря к берегу рижского залива и это было очень красиво но к сожалению мой iphone тоже решил взять отпуск да и аккумулятор сел в общем здесь просто будут вот это вот прибавки по плечу и прибавки для v-образной горловины вот и все рукавов не будет внизу я вероятно свяжу какой-то ажурный узор возможно даже это будет простая сетка но это я еще посмотрю потому что на эту пряжу я уже выдавала столько планов но разных процессов что уже уже боюсь говорить и озвучивать так и еще я вам сейчас покажу кое-какие сегодняшний пап это покупки не из рукодельного магазина мы там по дороге пока гуляли мы не встретили в этом городе рукодельных магазинов в смысле магазинов с рукодельными товарами но мы встретили очень много магазинов с товарами ручного производства и вот я вам что хотела показать я купила наконец-то я очень давно о нем мечтала это стопроцентно и льняное платье я сейчас его не буду разворачивать потому что как известно ли он очень мнется но он очень простой так круглая горловина проймы и просто а силуэт длинный ниже колена никаких карманов никаких вышивок я давно мечтала вот именно о таком платье там было три цвета сырой лен белая и вот это вот розовая я мерила все и вот продавщица и плюс моя свекровь в общем помогли мне выбрать и я купила вот это розовое льняное платье в следующем видео я обязательно вам его покажу продемонстрирую ночью моя давнишняя мечта сбылась в финляндии льняные изделия стоят какие-то космические деньги и и в эстонии ну вот например такое простецкое платье 45 евро но сегодня была скидка и я купила за 33 евро в общем я очень довольна это маленькая мануфактура в эстонии ну такая где работать не очень много людей вот тут наклейка что как lps тут но сказать но это принципе когда мы вяжем изделия мы потом делаем в то перед тем как его дарить носить продавать и вот тут тоже самое сделано с этим платьем в общем вот я вам его потом покажу также в этом магазине было очень много разной косметики ручной работы естественно разное мыло свечи ну в общем много всего но естественно продукты питания тоже всякие разные и я себе купила вот такую розовую воду это просто вот такой спрей как и знаете есть мицеллярная вода вот опрыскивать вот в такую жару когда очень жарко и ты проводишь большую часть дня на улице в течение дня там может быть раз в час вот так вот побрызгать на лицо на шею на область декольте и немножко как бы дать своей коже влаги потому что да наша кожа стареет от отсутствия влаги вот очень вкусно пахнет шикарно просто я очень довольна вот эта баночка стоила 8 евро но естественно мастера которые делают косметику на натуральных продуктах самостоятельно все вручную конечно же я понимаю что все это стоит денег и кто как не мы до рукодельница оценит труд другой рукодельницы вот вот такие у меня были покупки я подозреваю что я и пока я в эстонии я заеду в один магазин пряжи это точно это мог маленький-маленький магазинчик бобинной пряжи и значит заеду туда посмотрю что там интересного есть возможно что-то мне надо вот и все больше я ни в какие магазины пряжи заезжать не буду вот так прям целенаправленно если только я окажусь где-нибудь рядом случайно так значит вот все вам показала все рассказала влог получился не очень информативным и не очень длинным но лето отпуск путешествия в общем ну сами понимаете теперь у меня еще и огород так я хочу наверное предупредить что следующую субботу выйдет у меня лайв-влог потому что ничего визуального мне вам навряд ли у меня будет что вам за неделю показать визуального поэтому я скорее всего буду снимать лайв-влог из сталина может быть кому-нибудь будет интересно вот а тогда визуальный влог выйдет через неделю в субботу а через две недели в субботу тогда уже за две недели я думаю я точно накоплю что вам рассказать вот всем девочки желаю солнечных ароматных теплых летних вечеров в хорошей компании за хорошим чайком меня сейчас ждет свежая мята заваренная вот вязание буду монтировать этот влог выкладывать вот всем желаю вдохновения и хорошего настроения до скорых новых встреч всем пока пока